привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть gta 5 и сегодня у нас будет очередная разгрузочная миссия то есть минимум сюжета максимум фриплея сегодня мы посмотрим место в котором судя по всему находится big food то есть снежный человек и летающая тарелка у меня столько приблизительные координаты поэтому я не знаю где там находится но я думаю это будет интересно так но и для начала как минимум нам нужно переодеться я считаю потому что ходить в труселях особенно тревором и этим засранным придурком это очень хорошо так что у есть окей отстой какой-то давайте возьмем черную толстовку камуфляжная думаю очень подойдут рубашки не надо футболки тоже майки вверх нет у него наверняка есть темные очки ну то есть я вот как покупал только поэтому я помню вот так он очень похож одновременно на агента смит и джека николсона поэтому это очень круто хорошо кстати наверно давно заметили что я сделал чуть подлиннее его шевелюра по моему так он выглядит еще более безумно круто чё теперь можно ходить уверенным что ты не напугаешь местных жителей просто потому что выглядишь как бритый чубак а как еще тревор назовешь я не знаю короче говоря нас ждет очередное большое путешествие кстати говоря это место находится прямо рядом с той базой военной который мы пытались штурмовать но оба раза потерпели фиаско так то есть это получается вот тут у нас база а где-то вот здесь находится и на ло и bigfoot поэтому мы соответственно побегаем там посмотрим по поводу привидения его довольно сложно поймать но рано или поздно мы с вами его посмотрим то есть я думаю многие из вас знают что в этой игре есть на горе гордон по моему господи что ты делаешь на горе гордон по моему призрак я точно его местоположение не помню но он появляется там между 11 и 12 ночи с ним там даже связана какая-то забавная история про мужа который удолжил очень забавно так что пишут а вертолет для ограбления нужно потом если кто забыл то мы готовимся к серьезному ограблению и поэтому нам нужен вертолет и куча всякого разнообразного дерьма на всему свое время а чё я на этой машине аккуратничаю это ж брутал мобиль на нем можно ездить так как тебе нравится это хорошо еще насколько я знаю в этой игре есть подводные чудовища тоже в определенном участке на определенном участке карты но это тоже надо будет уточнить то есть я про это про все знаю только по слухам где она что и как это большой вопрос так ладно все таки поехали довольно аккуратно потому что если я так буду ехать то я не приеду туда и за час там и за два маленько стараться вообще не мне нравится то что мы сделали с машиной теперь она вообще тащит это все выезжаем из лос-сантоса этого душного пыльного города и едем в душную пыльную тихо конечно догоню я его на этой машине смотри как притопил в принципе даже если я сейчас догоню этот байк я его просто собью и превращу водителя в кашу возвращать мотоцикл кому-то я не буду это слишком далеко и долго обожаю эти случайные события и они очень так освежают игру иди сюда конечно еще обзывается там как живой нет бой полиции такти полиции такси ну парень не знаю пусть ему может нет все смотри живой какой терминатор что ли ну давай так хрен с ним его по моему опять не убил не особо и охота его убивать из какого-то мотоцикла у нас такая высокая клиренс короче говоря такой высокий что мотоцикл тупо под нами прошел когда я пытался раздавить это было опасно обожаю местную глубинку то есть вне серии я довольно много времени провожу именно изучая всякие разнообразные речушки скалы и тому подобное здесь я узнал кстати говоря можно реально в кустах спрятаться от полиции во время погони они вас вполне могут не увидеть пропустить потому что кусты реально делают тебя незаметным так хорошо и мы почти подъехали сейчас можно прямки в принципе но лучше объехать эту гору я считаю велосипедеры молодцы по своей отдельной дорожке и блин где вообще сколько мне еще ехать ну в принципе мне уже надо было пересечь мост но теперь мы проедем вперед пересечем там и полезем на эту гору судя по всему это кто это это пума ехе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе прикол я надеюсь тебя везти недалеко и иначе ты сам но сейчас поедешь в горы так ну вертолет нам кстати говоря нужно перейти с этой базы это будет тоже очень круто так что на эту базу мы вернемся еще скоро кстати человек сосед похоже пришел на эту квартиру слушайте если кому-то чего говорить так это нам пилить надо короче мужчина ты меня извини конечно вообще плевать куда пропал трактор в общем погнали где-то в этих горах я честно говоря думаю это будет не самая простая задача я думал там равнина и небольшие холмики но такая гора это на ней что-то найти но я думаю надо ехать на вершину немного фроуда парень еще не понимает что мы его не домой везем кохе-хе-хе-хе-хе да то не скучно верно я была в ступень и кушать в мушку как ты делаешь как ты делаешь я знаю я везем там с пенком на пленку на мальчике это плохо Ммм, что такое фруктура, который мы используем? Слышит на шоке. Не знаю. А, спите. Черт, не знаю. Это был стриппер, я думаю. И миджет. Или стриппер-миджет. О, Господи! Все холмарки классической ночи. Я не знаю, что это проблема. Я реально это делал. Как я могу сказать эти вовы, чувак? Я здесь не был еще ни разу, и есть ощущение, что сейчас мы... Что сейчас я полечу куркаться. А, спокойно, спокойно, тихо. Тихо. Да успокойся ты уже, япона мать. Так, ну... Он меня бесить начинает. Да ты успокойся, Сюдар Бальда будет. Так, хорошо, погнали. Как же нам... Где это вообще может быть? То есть, мне по карте показывали, это где-то скорее вот здесь. Поэтому поехали, куда добираться. Но для этого мне нужно будет забраться на эту горку. В чем я, честно говоря, не уверен. Сейчас с разгона вполне можем сделать это. Давай. Ой. Ох, хорошо. Куда я попал вообще? Пипец, заехали, да? Так, ну сейчас нам надо спуститься, потому что тут мы не залезем. Так, тихо. Аккуратненько спускаемся. Ищем новый какой-нибудь более пологий подъем. А тут че такое? Небольшая тропка. Парень. Ты знаешь, парень. Ау. Ура! Я не могу его застрелить. Какая печаль. Он уже раздражать реально начал. Я не согласен. Пойдешь пешком. Хе-хе-хе. Так, хорошо. Поиски продолжаются. Экспедиция в горы. Хорошо, что машина есть, иначе мы тут полчаса бегали. Окей. Но если ничего не найдем, то ладно. Посмотрим. Так, продолжаем, когда мы тут зашли. Эм. Прикольно. Хе-хе-хе-хе. Она вообще в панике, по-моему. Можно было тут еще охотиться, как в Red Dead Redemption. То есть, получать с них клыки, шкуру и тому подобное. И это все потом продавать в магазинах. Это было бы реально круто. Ну ладно, хоть звери вообще появились. Так, я опять забрался в какую-то, извиняюсь, жопень просто. Я так чувствую сейчас. Что ты тут делаешь? Уйди куда-нибудь, пожалуйста. Я не хочу тебя давить. Да, оп. Придется. Отсюда, по крайней мере, можно будет осмотреться. Так, короче говоря, надеюсь, ручник у нас держит неплохо. Потому что, если сейчас машина укатится, это будет очень печально. Фух. Давайте возьмем андербайк, потому что пумы бегают просто. Кошмар какой-то. Хорошо. Ой, да помню я. Нам сейчас не до этого маленько. Мы ищем летающую тарелку и снежного человека. Что-то я тут ни того, ни другого не вижу. Вот если я сейчас упаду, то я буду катиться до низу, пока не умру. Это пипец будет. Так, хорошо. Ну и что? Если только там где-то. Ну, тут можно очень долго искать, я так понимаю. Хрен его знает. Ну, а тут военная база. Давайте посмотрим на нее. Возможно, с этой стороны, по этой стороне горы, будет то, что нам нужно. Вполне может быть, что вот здесь, кстати, какая-то пещерка. И я, кстати, знаю, что в игре полно пещер. То, что мы еще ни одну не нашли, это ничего не значит. Пусковые установки ракет. Неплохо. Так, вот тут мы где-то перли самолет. Но где именно? Хорошо, а как мне сперить отсюда вертолет? Это же, по-моему, нереально, учитывая, как тут глушат. Хорошо, черт его знает. Поехали дальше. Я думаю, раз такое дело, и... Я просто на удачу поехал, думал, найдем. Ну, раз пока не получается искать, то давайте как-то прорываться на военную базу. И реально попробуем украсть этот вертолет. Потому что это может продолжаться вечно. Если не знаешь, тут можно искать, похоже, годами. Так, сейчас будет опасный спуск. Главное, машину не убить окончательно. Капец, высота. Тихо, тихо, не разгоняйся. Тихо. Воу-воу-воу. Аккуратно. Спокойно. Так, маленько. Все очень плохо, нас охтели. Мы сейчас убьемся. Давай. Хорошо, держим тормоз. Вообще спускаемся на ручнике. Что это слева, порода вышла или... Это что? Тихо, 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 тихо. Ну, отлично вообще. Ладно, у нас машина боевая, выдержит. Хорошо. Короче, что-то не соло на хлебом, что мы отсюда уезжаем. Ну и что с ним? Я думаю, мы к этому делу еще вернемся. Поднимемся на холмик, осмотрим базу еще более внимательно. Ага, конечно. Тихо. О, как сложно здесь на горе удержаться. Тащат низ. Это как-то вот так. Машину надо поставить, чтобы она не скатилась просто. Так, ну вот норм вроде. Вот это был спуск, да? Офигеть просто. Блин, так хотелось найти бигфута. О, слышно уже на базе, там кто-то пара царет. Так, вертолет у нас, если верить, карте находится где-то вон там. Давайте осмотрим это место более тщательно. То есть он в ангаре или... Или он вот вон стоит, да? Так, я понял. На самом деле нам сейчас... Лучше бы всего, конечно, сохраниться, потому что у нас сейчас убитые, мы будем пробовать по новой. Посмотрим. Так, а что такое ей-то? Вот смотри, настоящий Абрамс. Я тут просто Брэдлики видел, а Абрамса не видел. Прикольно. Тут еще один. Офигеть. Так, хорошо. Босс, вы просили напомнить вам. Так, Форд Занкуда. Такой вертолет есть. Сиди за другими. Что значит избавиться? Так, ну что, пойдем на прорыв. Увидев танки, я что-то как-то вообще уверенность резко поубавил. Наши сейчас свинтер тахлет. Так, окей, тихо, 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 тихо. Придется объезжать, и помните тот вход, по которому мы второй раз ехали? Оттуда зайдем. Да блин, ну что ж ты под колеса-то лезешь, япона мать. Так. Машину уже все равно труп, считай, потому что ее сейчас пришутят все. Поэтому можно особо не беречь ее. Так, хорошо, военный городок нам не надо. Сейчас напрямки пойдем. На прорыв. На прорыв. Так, ну что, парни. Погнали. Я чувствую, что это будет не очень хорошо. Ладно, сохранились, поехали. Папа приехал. Блин, успел попасть. Это что такое? До свидания. Давай, щемим. Давай. Вертолетов вроде поблизости нет, поэтому у нас вполне неплохие. Ой, вертолетов, говорю, танков поблизости нет. Тихо. Давай, 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 давай. Я не умею на нем летать. Как на нем взлетать-то? Давай, наверх, пошел. Надо было военный вертолет сначала убить. Сначала надо с базы, короче, улететь. Так, наверх подниматься. Ой, ракеты полетели. Ааа, тихо. Да, пипец, что творится. Ааа. Ааа. Он пускает по мне. Ааа. Так, тихо. Как, как, как я оторвусь от военного вертолета? Охренеть просто. Я бы хоть стрелять мог. Ладно, у него ракета вроде неуправляемая. Хрен он по нам попадет таким макаром. Воу. Как бы не сглазит. Тихо, тихо. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пипец вообще. Тихо, спокойно. Да и по на мать. Летает он не особо быстро, надо отметить. И не особо так маневренно. Коры-то, короче говоря. Нас уже неплохо пришатили. Я думаю, одна ракета для нас... Тихо. Для нас будет достаточно. Спокойно. Нужно уходить. Потому что мы на высоту поднимаемся, и нас начинают метить. Управляем ракетами. Вот этот уже не очень хорошо. Вот так вот, блин. Хух. Хе-хе-хе. Блин, я не знаю, как мне сметить вообще тот боевой вертолет. То есть сейчас нам надо будет как-то изучить, где он вообще находится. А, нет, у нас прямо отсюда начинается. Ну ладно. Все, уходим нафиг. Была бы у меня ракетница, я бы его по-быстрому... Тихо. По-быстрому бы приземлил. Без ракетницы что-то не очень. А что если... Мы сейчас... сделаем... Да, блин, несет-то как-то. Так, что у нас тут есть? Вот этого, допустим. Все, увалим. Отсехни! Неплохо было. Так, улучшите показатель пилотирования. Ради обучения в летной школе. Всему свое время. Всему свое время. Это я, наверное, сделаю за кадром. Реально буду улучшать его навыки, потому что... Это будет не очень увлекательно, я считаю. Посмотреть. Хотя... Посмотрим. Это огромный пилот. Майкл, лучше получать эти ученики. Ее реально мотает как-то по-странному. Вот я сейчас ничего не нажимаю, а то вперед, то назад. Привыкать надо. А вы видите? Из-за двух винтов соосных, по-моему, его реально в разные стороны мотает. Или я не знаю, я просто первый раз ГТА летает на вертолете. Но шатает его то вправо, то влево, то вправо. Особо высоко не поднимаемся. А с высоты птичьего полета все выглядит еще круче. Согласны? Там койота внизу бегает. Проработка вообще офигенная, мера. Какие-то вон стоят вагончики. Трейлерный парк. Блин, я так чувствую, долго лететь буду. А нет, вон уже подлетаю. Хорошо. В принципе, сейчас все упирается, насколько я понял, в умение Майка пилотировать вертолет. Если он с нынешним умением за это возьмет, я чувствую, мы будем вколачивать реально в каждую скалу наш вертолетик. Так, хорошо, тормаживаемся. Поворачиваем. И снижаемся. Тихо-тихо. Ну, как-то так. Ну, конечно, он туда надо. Неужели? Блин, там самолет взлетает. Я боюсь, он сейчас меня не протаранит. Вроде ушел. А, блин, ползит уже, ну. Окей. Фух, было опасно. Да, был перезапуск, зато было зрелищно. Маринс, пускай перхота. Ну и что, нас гранатомет реально выручил, по-моему. Это, по-моему, тоже очень хорошо. Давайте на этом заканчивать. Мы не нашли, конечно, ни Бигфута, ни НЛО. Но я, честно, искал на той локации, которую мне указали. Видимо, там какая-то еще своя заковыка. Может, со временем, может, определенные другие условия надо выполнить. Но, как бы там ни было, мы с этим еще разберемся чуть попозже. И займемся этим делом. Я намерен большую часть пасхалок, если они интересны, показать вам. Но, как видите, не сегодня. Тем не менее, сегодняшняя серия была очень крутой. Именно из-за вертолета военной базы. И, судя по всему, пока мы туда зашли по сюжету, как-то общий накат и накал идиотии, который начинается, когда ты забегаешь на базу, там реально в тебя лупят из всего... Он поугас, и жить там стало немножко легче. Потому что, когда я просто заходил на базу, там реально просто рубили. Но сейчас получилось вполне себе неплохо. И, опять же, господи, какой прекрасный закат. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok